Всем привет, друзья! С вами Тимпоз и сегодня в нашем обзоре мод на игру World Conqueror 3 под названием Big Map Mod. Вот такое простое название. Я думаю, что вы уже догадались, о чем он будет, какой он будет, я думаю, что вы предполагаете. К тому же мод не первой свежести, скажем так, вышел первоначальная версия в 2017 году, если я не ошибаюсь, а обновленная версия, которую я буду сейчас вам демонстрировать, вышла в 2018 году. То есть в любом случае модификации уже больше года. Я думаю, что люди, которые знакомы с модификациями на эти игры, которые искали эти модификации, наверняка уже с модом знакомы. Но тем не менее, поскольку русскоязычного обзора нету, почему мне его не снять, собственно говоря? Вот, что хочу сказать. Я перед данным роликом уже снял один ролик по этому же моду, но не обновленному. То бишь, там не было кампании. И потом я отснял ролик, уже залил его на YouTube, сделал все необходимые процедуры и обнаружил, что оказывается есть обновленная версия, в которой, ну, немножко все по-другому добавлено, отредактировано. И, блин, ну она мне больше понравилась, поэтому я тот нахрен удалил видос и записываю вам сейчас новый. Ну, потому что я считаю, что он лучше, объективно лучше. И зачем вам показывать то, что хуже. Короче, в чем суть данного мода? Ну, в первую очередь, это конквест. Мы до него дойдем в конце этого ролика, но сперва я хочу показать вам, что здесь есть по картам кампании. Именно, скажем так, новшеством именно обновленной версии моды является проработанная кампания. Насколько я понимаю, тут есть полноценная линейка и за страны оси, и за союзников. Давайте просто зайдем, я вам покажу, продемонстрирую, как это выглядит, потому что выглядит это прикольно, на самом деле. Ну, допустим, первая миссия за ось выглядит таким образом. Мы здесь играем за Испанию, это у нас будет... В Испании будем сражаться. То есть, вполне себе проработанные кампании здесь имеются. Ну, и, собственно, за Альянс. Давайте зайдем. Вот, так выглядит первая миссия за Альянс, за союзников. На самом деле, было бы достаточно интересно сыграть. Эти кампании, если они действительно хорошо проработаны, то почему бы не посмотреть, как это все вот авторы мода смогли обновить и в обновленном виде подать. К сожалению, в моде нету возможности получить бесконечное количество медалей. К сожалению, такой функции здесь нет, однако я знаю, что с помощью некоторых программ, например, таких как APK Editor, можно произвести редакцию корневых файлов игры и добавить себе медальки. То есть, в принципе, если вы шарите, если вы владеете Google, можете это сделать с любой модификацией, независимости, есть ли там встроенная функция бесконечных медалей или нет. Здесь ее нету, сразу скажу. Что здесь есть еще? Тут есть, насколько я понимаю, большое количество различных генералов. Я не знаю, обновленные ли они или нет, но это скоренько пробежался перед роликом. И, в принципе, какие-то новые персонажи я здесь, кажется, видел. Утверждать это не могу, но есть такая вероятность. Короче, переходим к самому соку данного мода. Да, и это, естественно, карта. Это, естественно, карта. У нас здесь есть четыре варианта на выбор. И сейчас мы их коротенечко постараемся как-то, ну, посмотреть, прощупать, понюхать. Ну, потрогать у нас не получится. Итак, в чем смысл данной модификации? Ну, я думаю, что объяснять не нужно. Вы увидите все на своих экранах. Ну, просто посмотрите на эти размахи. Это что-то нереальное на самом деле. И я, когда вот первый раз это увидел, мне почему-то это сразу напомнило игру Hearts of Iron. Я не знаю, есть ли у вас такие ассоциации, но, блин, ну, размах действительно колоссальный. И лично мне было бы интересно сыграть за вот условную Германию и посмотреть вот, как будем захватывать Польшу. Ну, понятно, что тут сопротивления практически никого не будет. Но, блин, чувствуется, чувствуется этот размах. Прям, прям шикарно. Даже не знаю, что здесь можно добавить. Вот, так выглядит линия сопротивления с Советским Союзом. Финны очень плотненько здесь застроились оборонительными укреплениями. Я так понимаю, таковать они не собираются. Так, ну, Союз мы видим. Далее, если берем чуть южнее, то Румыния у нас тут имеется. Почему-то ж с уже захваченным Киевом и украинскими территориями. При том, что Польша еще существует на карте компании. Оригинально. Почему нет? Почему, в принципе, не добавить того, чего не было? Ну, допустим, пусть будет так. Так, Италию мы здесь можем наблюдать. Германия. Собственно говоря, французская оборона, которую мы должны обойти через Бельгию с Голландией. Если придерживаться исторических реалий. Ну, а если будет играть компьютер, то, скорее всего, конечно, пойдет в лобовую атаку и танки свои в большей степени сорьет. Так, ну, у Англии ничего примечательного я здесь не вижу. По крайней мере, в этой части карт. Дальше мы листаем Франция. Понятно, что французам здесь будет очень больно. Если играть с реальным игроком Испания. Тоже, в принципе, ничего такого. Здесь нету дальше. Идем к Африке. Ууу, как много французов здесь. Дохриллион. Немцы готовы идти в атаку. Вижу скопление войск. Британцы, итальянцы. В принципе, ничего сверхъестественного. Дальше у меня возникает один вопрос. Вот, как бы, до хрена, да, всего? Вы сейчас смотрите, очень много разных точек. И возникает вопрос, как этим всем управлять? И я вам не могу сказать, что этот вопрос отпадает. Скорее наоборот, он усиливается, когда я начинаю листать Советский Союз. Вот что это за нахрен? Вот как это? Вот что? Вот как, блин? Как за это играть? Что с этим делать? Вы серьезно? Как играть за Советский Союз? В этой большой карте. Это, ну, блин, это нереально. Это слишком много. Даже для меня, человека с более-менее устойчивой психикой, я прохожу конквесты от начала и до конца. В принципе, мне не нравится. Но здесь это, ну... Это же, понимаете, это не просто базы. Это отряды. Это отряды в Сибири. Это отряды где-нибудь, не знаю, в тундре какой-нибудь там. Блин, тут дохренища войск. Я понимаю, если это были бы оборонительные укрепления в России. Нет. Хрен. Дальше. Япония. Как Япония будет захватывать Советский Союз? Это другой, конечно, вопрос. Также мы здесь видим китайское народосвободительное движение. Собственно, сам Китай. Ну, понятно. У Японии тут тоже работа непочатый край. Китай будет, конечно же, обороняться. Но видно, что у Японии здесь силы значительно превосходят противника. Таиланд. Тоже, в принципе, было бы интересно здесь за Таиланд попробовать сыграть против Британии и Франции. И Австралии здесь у нас нету. А нет, есть. Есть. Правда, как-то она немножко непонятно расположена. Но это не Австралия, это, скорее всего, Индонезия. Индонезийские острова какие-то. Потому что Австралия должна быть географически гораздо-гораздо ниже. Ну, то есть, если вот это Таиланд, тут Сингапур. Внизу, то нам там еще отступать-отступать вниз. Так, ну, в принципе, всех посмотрели. Давайте глянем Америку. Что у нас в Америке? На юге есть испанские войска. А дальше, собственно, Америка и Канада. Вот у меня вопрос. Допустим, я играю за условную Германию. Допустим. Вот я ом-ном-ном Францию съел. Дальше съел Польшу. Дальше мне хватило психики захватить всю гребаную Россию. Вот каким-то образом я ее захватил. Спустя, не знаю, несколько недель потраченных реального времени. А потом мне надо еще переплыть море и захватать гребаную Канаду. Боже, это я не знаю. У меня пена пойдет изо рта. Я не знаю, как у вас, ребят, но у меня глаз начинает дергаться от таких размахов. С одной стороны, это очень прикольно. Да, мне интересно попробовать сыграть. Но, блин, это реально несколько недель нужно играть, мне кажется. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Ладно, давайте следующие посмотрим конквесты. Потому что их здесь целых четыре штуки. И каждый уникален по-своему. Поэтому надо обязательно все протестить. Заходим за ту же самую Германию. Смотрим, что нам предлагают разработчики. Здесь я... Так, уже успел кем-то походить. Так. Джомани. Ядрить-колотить. What? Нам пиздец, ребята. Ну, Германии, в смысле. А учитывая, сколько... У нас вот войск вообще нету, да? Ну, как бы... Да. Только подводные лодки. И то, как бы, ну... Их быстро здесь разберут. Ну, понятно. Понятно. Тут цель показать, как... Как... Союзники будут захватывать... Великий Рейх. Да. Ясно. Ясно-понятно. Хорошо. Че... Б... Что? Вы и Бобо? Или как? В смысле? А-а-а. Это... Это... Твою мать. Я думал, это войска, прикиньте. Я думал, знаете, пехота какая-нибудь здесь расставлена. Нет, это мины. Короче, немцы открестились от... От всей Яфарки. Нахрен ее заминировали всю пустыню. Ну, по сюжету данного конквеста. И дальше британские войска будут прорываться. Ну, конечно, они тут много потеряют солдат. Ну, пехота будет... Это кто, кстати? Это обычная пехота, да? Это не... Блин, как они там называются? Не элитная. Ну, да, они будут с одного раза подрываться. Я даже не знаю, как эти называются, ребята. Забыл. Слишком давно играл. Они здесь на китайском написаны. Капец, конечно. Блин, вот это четко. Это реально прикольно. То есть, понимаете, авторы моды, они реально креативные ребята. Надо же было это все придумать. Так, тут США. У Британии огромные силы, вижу. А это у нас кто? Это флот. Британский. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Так, давайте глянем, что у нас здесь по линии разграничения с Советским Союзом. Мы подходим здесь к Сталинграду. Битва под Сталинградом как раз-таки. Точнее, за Сталинград. Ну, Советскому Союзу здесь тоже будет непросто, я смотрю. Будут определенные, конечно, сложности. Блин, это длинная линия. Я же это все листаю, листаю. А где Питер? Вот Питер, собственно говоря. Типа осада. Типа осада Питера. А это Москва, да? Да, самые значимые силы Советского Союза здесь к Москве стянуты. Хорошо, допустим. Допустим. Интересный конквест, да. Однозначно. Ну, то есть, я не представляю, как это можно играть, на самом деле. Вот в Big Map Mod этот. То есть, это прикольно, реально. Можно попробовать, но я не думаю, что его можно пройти. Ну, то есть, это очень долго. И, как бы, играя в обычный World Conqueror, третий, четвертый, неважно, всегда же союзники, они слабее противников. И проблема таких огромных карт в том, что, допустим, играя здесь за условную, ну не знаю, за условную Великобританию, я могу захватить всю Европу. Захватить Испанию, всю Германию, там, Италию. Я буду вообще полным молодцом. Однако, к моменту захвата Берлина, ну, как условной последней точки, японцы захватят здесь нахрен вообще все. Они захватят пол-России, они весь Китай захватят, Индию захватят. Ну, я практически уверен, что так будет. И как потом это, блин, отбивать? Ну, то есть, потом из Берлина это нужно будет войска свои вести вот через все вот это вот пространство сюда. Тут же нет быстрых перемещений каких-нибудь. Это реально как-то, ну, очень сложно выглядит. Ну, а так вообще прикольно, если просто себе цель поставить локально, победить вот в твоем регионе, допустим. Ну, как бы британцы, они в японской войне, ну, как бы не очень-то участвовали исторически. Поэтому, ну, не надо их туда отправлять так-то. Ну, если себе локальную цель поставить, то, в принципе, думаю, играть будет интересно. Да и вообще, я думаю, МОЗ заслуживает внимания. У-у-у! Вот еще у нас морские сражения, зашибись. Зашибись. А Никита Буквы вырисовывает здесь символы или это случайно? Кообщение, что автор что-то хотел нарисовать. Возможно, какой-то иероглиф. Да ладно. Хорошо, допустим. Ну, и понятно, Канада, Америка, оно все. Все как обычно, ничего. Такого-то еще Мексика подключилась в качестве союзника американцам. Допустим. Хорошо. Этот конкурс мы тоже детально рассмотрели. Давайте 950 год мы посмотрим, потому что я его еще не видел. Это у нас, собственно говоря, холодная война, я так понимаю. А давайте для разнообразия за ВТО зайдем за Советский Союз. Всего лишь 1200 монет мы получаем за ход. В качестве союзников у нас здесь Польша. Мать честная. Божь ты мой. Это катастрофа, ребят. Это очень долго в это играть. Я просто не знаю. У меня даже... Я еще в это не играл, но у меня уже глаз дергается. Когда я себе представляю, как это будет. Фу-фу-фу-фу. Боже, как тут много войск. Как тут много нахрен войск. За Польшу было бы интересно сыграть, допустим. Мне кажется, что НАТО бы прорвалось через союзную оборонную линию. Пиздец. Допустим. Хорошо, Италия здесь в войне не участвует. Испания против нас. Португалия против нас. В Африке ничего. В Африке нет почему-то. Ну ладно. Там боевые действия, видимо, не велись. Египет за Советский Союз. Сирия и Ирак. Иран. Допустим. Ну, Китай, понятное дело, за нас. Турки против. Турки против. Но какой-то значительной боевой мощью эти ребята здесь не обладают. Балканы союзные нам. Румыния союзная нам. Хорошо. Ну, то есть, в принципе, тоже интересный вариант. Вот, допустим, на линии разграничения здесь сыграть, повоевать. Было бы достаточно интересно. Хорошо. Давайте мы пойдем на восток. Как бы. Посмотрим, что да как. Боже ты мой. Ну, это очень-очень большие территории. Я прям не знаю. С Советским Союзом прям беда. Монголия за нас. Ну, с Монголией, конечно, очень скучно будет играть здесь. Крайне скучно. Китай. А, кстати ж, Корейская война. Здрасте, приехали. Корейская война. Здесь, конечно, будет задница. Между двух огней находиться. Крайне проблематичный регион. Так, ну, понятно. Япония, она сейчас американская в данном случае. Здесь у нас на юге союзный талант. Вражеские нам Британия, Франция и Австралия. Давайте глянем на Америку. Тут флот приближается. Мне просто интересно, это десант или нет. Это именно корабли. Ну, ладно, хорошо. Ну, и как обычно, Канада и США. Необъятные просторы. Куба. Где Куба? О, отлично. Почувствуйте себя маленькой букашкой в этом большом мире. Сыграйте за Кубу. Против Америки. Жестко. Жесткий конквест, реально. Но, я думаю, интересно будет сыграть. И последний конквест, 1960 год. Я так понимаю, то же самое. Ну, то есть, тоже холодная война. Давайте за союз зайдем. Или это какая-то альтернативная история уже. Да, определенно точно. Здесь Польши нет. Она поглощена Советским Союзом. Так же, как и Балканы. То есть, да, я так понимаю, продолжение войны, которая началась в 50-х годах, по данным конквестам. Италия вступается за союзников в данном случае. Почему я здесь вижу Рейх в Африке? Что происходит нахрен? Кто мне объяснит? Почему в 60-м году Рейх за союзников? Почему Бразилия в Африке высадилась? Почему Египет не в Египте? Не то, что происходит в Европе, я могу понять. А вот... Знаете, какая-то вспышка национализма произошла, видимо. Я не знаю, как это объяснить. А что они огородились? Здесь... А, слушайте, а может быть, это, ну, фашики здесь против всех? Это было бы логично. Посмотрите, зачем им здесь были бы нужные войска, если бы они были за англичан. Так, давайте сейчас карту посмотрим еще раз и зайдем за нацистов, за Рейх. Ну, это, наверное, Рейх же, да? Не знаю, кто это. Ну, Германия, понятно. Непонятно, против кого она. Ну, как бы против нас, скорее всего. Хорошо, допустим, допустим, могу себе такое представить. На Балканах у нас здесь значительные силы, как, в принципе, и везде. Советский Союз готов тут разрывать всех и вся. И он стал еще больше. Великолепно. Это то, чего не хватало этой игре. Еще большие размеры Советского Союза. Правильно, ребят? Правильно. Союза много не бывает. У японцев линия разграничения здесь полностью угрожена бункерами для защиты. В атаку они явно не собираются, хотя у них силы достаточно большие, прокаченные. Слушайте, японцы здесь достаточно крутые. Так, тут в Китае разгорается коммунизм. Скажем так, мы можем ему помочь в перспективе. Таиланд вижу, Япония, Америка. Вот тут, кстати, вопрос. Тут, кстати, у меня возникает вопрос, а за кого, собственно говоря, Япония? Потому что есть вероятность, что они, видите, все сейчас направлены в сторону американцев. Скорее всего, не против Америки. Ну и против нас тоже. То есть, возможно, тут такой сценарий, что, типа, в странах, захваченных союзниками, в Германии и в Японии, разгорелись какие-то националистические движения, и страны восстали. Против их оккупантов Америки и кого там еще. Ого-го-го, да? Хренаси, тут Япония готова. Ну да, они явно враги Америки в данной ситуации. Да ладно, ну твою мать, как они Кубу захватили? Ну понятно, тут можно играть. Кстати, вот это самая интересная компания, на мой взгляд. Потому что здесь альтернативная история. 60-й год, я хочу сейчас еще разойти, но уже за Рейх. За них здесь самое то играть, я думаю. Сейчас еще раз зайдем за них, посмотрим, кто наши союзники. Меня интересуют японцы. По идее, японцы должны быть нашими союзниками. Да, мы воюем против Британии, против Франции по стандарту, ну против Советского Союза, ясен пень. Испания за нас, да вы что, серьезно, у нас еще и испанцы союзники, перфект, отлично. А, подождите, в смысле? А как? Вот это сейчас не понял. А вы типа другие? Да ладно. Нет, ну это уже, ну это глупо. А почему они наши враги? В Америке мы управляем нациками. Так, японцы наши союзники. Хорошо, а вот это что за хрень? Это типа какое-то арабское государство? Могли бы хоть флаг поменять. Почему они против нас? Давайте зайдем, я хочу знать, у них есть ли союзники у этих ребят. 60-й год. НАТО? В смысле? В смысле НАТО? Вы кончены? Прекрати уже. Да? Нет, подождите. Это, короче, 4-й союз, они сами за себя, так понимаю, играют. Почему, собственно, и нет? В их контроле Северная Африка, и это дополнительная нация, рейха, африканская, она против всех. Ну, разработчики решили сделать, собственно, так. Прикольный мод. Однозначно прикольный мод. Заслуживает внимания, я думаю, как минимум за свои конквесты. То есть, это реально интересно, и можно поиграть, но, опять-таки, я повторюсь, локально. Если брать себе цель не захватить весь мир, потому что это, на мой взгляд, это реально, безусловно, это можно сделать, но это очень сложно. Это очень сложно, и это очень долго, самое главное. А если вот начать играть и поставить себе какую-то локальную цель, просто, ну, чисто для себя, там, захватить какой-то регион, господствовать вот в этом месте, там, уничтожить какую-то фракцию. Вполне себе играбельно, вполне себе интересно, я думаю, что многим может зайти. Мне было бы интересно, я думаю, что после данного ролика я еще, как минимум, какое-то время поиграю, протестирую некоторые режимы. Ну, и плюс полноценная кампания, это, безусловно, круто, поэтому данный мод, я считаю, достойным внимания, ребят, если вы в нее не играли, то поиграйте, ссылочка будет в описании, а если играли, то пишите свои комментарии. В комментарии, собственно говоря, мне будет интересно узнать ваше мнение, кстати, на данной модификации. А на этом все, друзья, с вами был Тимпос, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, обязательно будут другие моды на игры от EasyTech, будут новые ролики прохождения игры Great Conquer. И буду благодарен вам за лайки. На этом все, всем спасибо, всем пока и удачи!